Доктор Машинкова Весь день шел снегопад, и маленькие снежинки, падая на землю, собирались в огромные сугробы. Доктор Машинкова и Скрипыш трудились, не покладая рук, пытаясь расчистить двор от снега. «Привет, ребята!» – сказала Машинкова. «Вы только поглядите, сколько снега выпало, а он все не прекращается. Если его не убирать, то к нам не смогут приезжать машинки. Но сколько бы мы ни старались, снега становится только больше. Похоже, нам самим здесь не справиться. Нужно звать на помощь снегоуборочной машине. Давай ей позвоним». «Добрый день!» – сказала Машинкова. «Нас засыпает снегом, и нам срочно нужна ваша помощь. Приезжайте, пожалуйста, поскорее!» И им на помощь отправилась очень красивая оранжевая снегоуборочная машина. Всю дорогу до гаража засыпало снегом. Но это нисколько не пугало машинку, ведь у нее спереди был большой ковш, который отбрасывал собранный снег на обочину. А снизу под машиной была установлена вращающаяся щетка, которая подметала оставшийся снег на дороге. В кузове же она везла песок и щебень, который при помощи специального механизма разбрасывала на дорогу, чтобы сделать ее менее скользкой. Все эти устройства делают этот автомобиль отличным уборщиком снега. А вот, кстати, гараж. Рассказала доктор Машинкова, что они со скрипышем никак не успевают к Новому году расчистить свой двор от снега и просят помощи. «Конечно, помогу!» – сказала снегоуборочная машинка и сразу же приступила к работе. Она кружила по двору круг за кругом, очищая его от снега и посыпая асфальт песком. А Машинкова стояла с лопатой в руках, любуясь на то, как легко и быстро снегоуборочная машина делает свою работу, которую они бы со скрипышем не сделали бы и сзади. «Все готово!» – сказала Машинкова. Снегоуборочная машина сделала свою работу на отлично. Теперь на дворе перед гаражом было чисто-чисто. Так незаметно наступил вечер, и пришло время наряжать елку к Новому году. Елочка получилась очень нарядная и красивая, а с неба на самую верхушку упала звездочка, и наступил Новый год. В небо полетели салюты и фейерверки. Ура! Машинкова и Скрипыш поздравляют вас с Новым годом! Доктор Машинкова! Однажды утром доктор Машинкова решила, что ей для работы нужен новый, вместительный и удобный автомобиль. Сев в свой желтый кабриолет, она отправилась в магазин, где как раз можно купить такой. Это очень большой многоэтажный офис-салон, где огромный выбор самых разных машинок. Давай пойдем внутрь, посмотрим, что там. Оставив на парковке свой желтый кабриолет, Машинкова радостно поспешила в магазин. Внутри было очень ярко и просторно, а новенькие блестящие автомобили стояли в ряд и ждали покупателей. Вперед, Машинкова! Давай подберем тебе новый автомобиль. Первой машинкой на пути оказался черный электромобиль. Это очень экономичная машинка, ведь она ездит не на бензине, а на электричестве. А еще, из-за того, что у нее нет огромного двигателя под капотом, это место можно занять багажом. Это тоже очень удобно. Но все же это городской семейный автомобиль. Крупногабаритный инструмент в него не поместится, так что нужно искать дальше. Следующим автомобилем оказался красный спорткар. Это очень быстрая и яркая машина, которая создана для гонок по ровным скоростным трассам. Доктору Машинковой она очень понравилась, но для работы эта машинка точно не подойдет, поэтому нужно продолжить поиски. Дальше ей встретился старый знакомый. Это желтый двухдверный седан. Он заезжал в гараж к доктору Машинкову пару раз. Это был обычный легковой автомобиль, которым удобно ездить по городу одному или с другом. Но вот много багажа уже с собой взять не получится. Так что Машинкова поняла, что эта машинка не для нее и нужно искать дальше. Следующей машинкой, которую она встретила, оказался зеленый спортивный автомобиль. Давай посмотрим на нее поближе. Да, это очень красивая и быстрая машина. У нее спортивные формы, кузово, и она рассчитана на двух человек. Увы, и этот автомобиль не подойдет для работы доктору Машинкову. Не беда, пойдем дальше и обязательно что-нибудь подберем. Впереди Машинкова заметила синий пикап, маленький грузовичок. Может быть он подойдет? Эта машинка сделана специально для перевозки грузов. И возможно это то, что нужно. Машинкова осмотрела грузовичок со всех сторон и поняла, что он ей не подойдет. Так как она хочет машину более комфортную, а не только для перевозки грузов. И она отправилась дальше, на поезде того самого автомобиля, который бы ее полностью устроил. И тут она наконец увидела, возможно, ту самую машину, которую она так долго искала. Это был большой красный минивэн, подкатной дверью, через которую было бы удобно загружать любой крупный инструмент. А через заднюю дверь можно загрузить все, что угодно, даже шкаф. Это было то, что нужно, и она решила, что покупает. А чтобы все видели, что едет доктор Машинкова, она нанесла свой логотип на бок автомобиля. Все готово, и можно отправляться в путь. Машинка заскрипела, остановилась и заглохла. Что случилось? Почему новая машина взялась и сломалась, не успев даже выехать из магазина? Конечно! Скорее всего, ей просто забыли залить масло в двигатель. А без машинного масла он не сможет работать и сломается. В каждом двигателе есть специальное приспособление для измерения уровня масла в виде длинной палочки. Ее называют щуп. По нему видно, сколько масла осталось в двигателе. А также есть две насечки, показывающие минимальный и максимальный уровень масла. Верный уровень масла должен находиться между ними. Давай дольем недостающее масло внутрь двигателя и посмотрим, помогло ли это решить проблему. Вверху находится специальная крышечка. Открутим ее. Замечательно! Теперь можно заливать подходящее машинное масло до нужного уровня, но не больше. Отлично! Все готово! Запускай, Машинкова! Ух ты! Все получилось! Машинкова починила свой новый мини-вэн. Теперь можно и покататься. Доктор Машинкова Наступила весна. Каждым днем становилось все теплее. И снег начал таять, оставляя после себя лужи и грязь. Асфальт после зимы стал таким хрупким, что разрушался от колес каждый проезжающий машин. И на дороге появились огромные ямы. И вот однажды маленький легковой автомобильчик, пеша куда-то по своим делам и не подозревая о том, что его ждет впереди, на полной скорости влетел в самую яму и рассыпался на много маленьких кусочков. Повреждения были такие сильные, что больше он не мог сдвинуться с места. К счастью, рядом находился гараж доктора Машинковой. И она случайно заметила попавшую в беду машину и без промедления отправила ей на выручку своего помощника, Крепыша. Хорошо, что доктор Машинкова сделала себе такого сильного друга, который без труда может поднять целый автомобиль. Крепыш не спеша тянул разбитый автомобильчик в гараж к Машинковой, где она сможет осмотреть его и починить. «Поставь его здесь, Крепыш», – сказала доктор Машинкова. «А потом нужно огородить яму, чтобы больше никто в нее не попал». Крепыш нашел на складе дорожные конусы и расставил их вокруг ямы, чтобы ее было видно издалека. Все готово! Крепыш молодец! А тем временем Машинкова уже ремонтировала автомобильчик и остановилась на сломанной подвеске. Никаких инструкций по сборке у нее не было, и она решила собрать детальки так же, как они собраны на заднем колесе. Для начала возьмем этот стержень с кружиной и установим его вот сюда. Теперь этот стальной рычаг закрепим здесь, а этот, я думаю, должен быть с другой стороны. Здорово! Теперь вон тот диск. К нему будет крепиться колесо. Установим его. Не хватает только тормозов. Вот и они. Да, получилось! Подвеска готова. Теперь можно устанавливать колеса и двери. Сначала установим переднее колесо, а потом заднее. И, конечно, не забудем вернуть на свое место дверь, которая отвалилась. И боковое зеркало. Здорово! Вроде ничего не забыли. Ой, а это еще что такое? Может, вы знаете, ребята? Конечно, это же бамперы! Ну вот и все. Машинка полностью собрана. Можно ее спускать. Все, что осталось, это закрыть капот. И багажник. Теперь машинка может снова отправляться в путь. Ну-ка, заводись, машинка! Все получилось. А тем временем дорогу возле гаража уже ремонтировали. Сначала приехал самосвал и привез гору горячего асфальта. Он высыпал его в самую яму. А потом появилась странная машина. У нее были колеса разных размеров, и она двигалась очень медленно. Переднее колесо было полностью из металла и весило, наверное, как дом. Эта машина называется Коток, и она сделана специально для укладки асфальта. Смотри, как лихо она справилась с кучей горячего асфальта. Как только асфальт застыл и превратился в камень, доктор Машинкова вышла его проверить, посмотреть, что получилось. Дорога была как новая, и радостные машинки снова могли ездить по ней. Доктор Машинкова Был обычный будний день, и машинки сновали туда-сюда по своим делам. Те, они были такие разные и разноцветные, и у каждой была своя профессия. Вот, например, синий троллейбус. Он возит пассажиров. А вон грузовичок повез какие-то товары. Гляди-ка, а это что за чудо-машинка? Ты знаешь, что это за автомобиль? Правильно, это автовоз. Он перевозит машинки. Вот, например, этот автовоз везет новые машинки с завода в магазин, где их продадут будущим владельцам. Смотри, какие они все яркие и разноцветные. А ты знаешь, как называются эти цвета? Вот, какого цвета эта машинка? Те, правильно, это фиолетовый. А эта машинка какого цвета? Ты знаешь? Ну, конечно же, голубого. А вот эта машинка очень похожа на лимон. Какого она цвета? Да, она желтая. Так, а цвет этой машинки обычно очень нравится девочкам. Все верно, это розовый. Смотри, какого цвета эта машинка? Она похожа на уголек. Черная. Молодец, ты все знаешь. Теперь эта машинка цвета молока. Что это за цвет? Конечно, белый. А эта машинка похожа на помидорчик. Какого она цвета? Ну, конечно, красного. Едем дальше. Ты знаешь, как называется этот цвет? Ты снова прав. Да, это синий. А вот эта машинка похожа на листочек с дерева. Знаешь, что это за цвет? Именно, это зеленый. И последняя машинка, которая очень похожа на мандарин. Верно, эта машинка оранжевая. А тем временем на пути автовоза появился знак, предупреждающий о специальном возвышении на проезжей части. Еще его называют лежачий полицейский, и перед ним необходимо снижать скорость. Ой-ой-ой! Задняя часть автовоза подпрыгнула, и белая машинка выпала на дорогу. А автовоз не заметил этого и поехал дальше. Приехав в автосалон, автовоз приступил к разгрузке автомобилей. Давай понаблюдаем за этим процессом и посчитаем, сколько машинок он привез. Сначала спустилась красная машинка. Один. Теперь синяя. Два. Следом едет зеленая. Три. Потом оранжевая. Четыре. Нижний ярус разгрузили. Теперь верхняя. Спустилась фиолетовая машинка. Пять. За ней едет голубая. Шесть. Потом идет желтая машинка. Семь. Далее едет розовая. Восемь. И черная машинка. Девять. Пустилась девять машинок. А еще одной не хватает. Она потерялась. Как хорошо, что рядом проезжала доктор Машинкова на своем желтом кабриолете. И увидела одинокую белую машинку. Что ты тут делаешь одна, спросила доктор Машинкова. По дороге в магазин я выпила с автовоза и потерялась, сказала белая машинка. Не беда, я помогу тебе. Следуй за мной и не отставай. Машинкова надавила на педаль газа и сорвалась в лес. А маленькая белая машинка пустилась за ней вслед. А доктор Машинкова сказал, что она точно знает, где находится магазин, с которым они ехали, так как она там покупала свой новый минивэн. И вот они прибыли к магазину. И белая машинка радостно заняла свое место. Я нашла эту белую машинку на дороге. Она потерялась и не знала, что ей делать, сказала доктор Машинкова. Спасибо тебе, доктор Машинкова. Теперь все десять машинок на месте, сказал автовоз. Ребята, где-то в этой мультике я потеряла вот такой болтик от машинки. Если вы его найдете, напишите мне. Спасибо и пока. Доктор Машинкова. Очень опасно ведет себя на дороге этот синий автомобиль. Такая манера вождения может привести к введе. На горизонте появился светофор. И похоже, сейчас загорится желтый сигнал. Но вместо того, чтобы остановиться, машинка только прибавила скорости, пытаясь переехать в перекресток на желтый сигнал светофора. Но вот на светофоре загорелся красный свет. Машинка резко нажала на тормоза. Завяжала резина. Машинку занесло, и она врезалась. Это было ужасно. У машинки отвалилось колесо. Из подмятого капота повалил пар. Вывалилась фара и треснуло лобовое стекло. Теперь ей сможет помочь только доктор Машинкова. А доставит ее к ней красивый манипулятор. Погрузив разбитый автомобиль на свою платформу, манипулятор отправился в гараж к доктору Машинковой. Ух ты, как сильно досталось этому автомобильчику, сказала доктор Машинкова, рассматривая своего гостя. Хорошо, что больше никто не пострадал. Теперь ты понимаешь, как опасно нарушать правила дорожного движения. Замечательно! Тогда давай поглядим повнимательнее на повреждения и отремонтируем тебя. Машинка сильно пострадала, но мы все починим, верно, ребята? При внимательном осмотре выяснилось, что у машинки погнулась подвеска и отвалилось колесо. А также разбилось лобовое стекло, помялся капот, вывалилась фара и решетка радиатора. Давай начнем с фары. У меня на складе есть несколько новых штук. Какую же нам выбрать? Эту? Может, эту? Или вот эту? Да, именно эта фара будет в самый раз. Красота! Все работает! Теперь давай выправим подвеску, чтобы можно было установить на нее новое колесо. Отлично! А вот и колесо. Не теряй его больше. Здорово! Самый рад! Теперь давай заглянем под капот и посмотрим, все ли там в порядке. Похоже, тебе повезло, и двигатель не пострадал, но масло, я думаю, тебе стоит подлить. Капот мы установим новый, так что этот можно выбросить. Такому мощному двигателю требуется много моторного масла, и нужно всегда следить за его уровнем. Не забывай периодически проверять его. Масло залито. Теперь можно приступать к выбору и установке капота. Так как старый капот уже не починить, мы установим совершенно новый, неокрашенный. А потом покрасим его. Какой же капот подойдет машинке? Может, этот? Нет, этот явно для другого автомобиля. А может, этот? И этот совсем не подходит. Тогда, может, этот подойдет? То, что надо. Теперь давай покрасим его. Красить я люблю, сказала Машинкова, доставая свою любимую кисточку. Смотрите, какие разноцветные краски у меня есть. Ну что, приступим? Итак, каким же цветом нам покрасить капот? Он должен быть таким же, как и автомобиль. А значит, это будет фиолетовый цвет. Верно? А ну-ка попробуем. Ой, что-то не то выходит. Точно, я ошиблась. Машинка же не фиолетовая, а синяя. И капот надо красить синим цветом. Спасибо, ребята, что подсказали. Вот теперь все правильно. Теперь осталось только заменить лобовое стекло и радиаторную решетку. И все будет готово. Этому разбитому лобовому стеклу уже не помочь. Его придется выкинуть. А на его место установить новое, блестящее. И на место старой вывалившейся радиаторной решетки тоже установим новенькую. Вот теперь все готово. Машинка снова как новая и может отправляться в путь. Только теперь не нарушай правила дорожного движения и не гоняй по дорогам. Для этого существуют специальные трассы. Я надеюсь, это послужит хорошим уроком для этой синей машинки, сказала доктор Машинкова. Впредь она будет осторожней на дороге. Доктор Машинкова Доктор Машинкова и ее помощник-скрипыш весь день были на рыбалке. И теперь уставшие едут домой на своем желтом кабриолете. Дорога до дома была длинная, и они не заметили, как быстро стемнело и наступила ночь. Все машины вокруг включили фары и габаритные огни, чтобы освещать дорогу перед собой. Не волнуйся, скрипыш, ночью ездить совсем не страшно, если все фары работают как надо, сказала доктор Машинкова. А скрипыша не боялся вовсе. Просто он еще никогда не ездил ночью на машине. И это казалось ему очень необычным. Крипышу казалось, что ночью все машинки черного цвета, хотя на самом деле они разноцветные. Очень странно. Вот так, беседуя о ночных странностях, они ехали домой, как вдруг впереди появился очень яркий странный свет, который ослепил всех вокруг. Казалось, что наступил день, но это был всего лишь грузовик, который ехал навстречу. Его фары так ярко светили, что ослепили доктора Машинкова и скрипыша. С трудом справляясь с управлением, Машинкова удержала автомобиль и остановилась, съехав на обочину. Что это было? Пойдем скорее посмотрим, сказала Машинкова. И они отправились к стоящему на обочине грузовичку. Ну, все понятно, сказала Машинкова. Этот грузовичок ехал с включенным дальним светом и слепил всех, а так делать ни в коем случае нельзя. Вот смотри, слева под рулем есть специальный переключатель, который отвечает за освещение на автомобиле. Если переключить его в это положение, загорится ближний свет, с которым надо ездить ночью. А в этом положении включится дальний свет. Он светит ярче и освещает дорогу гораздо дальше. А на панели приборов будет гореть лампочка, предупреждающая о том, что включен дальний свет. Но я думаю, что грузовичок и так это знает. Значит, дело тут в какой-то неполадке. Нужно заглянуть под капот и посмотреть. Машинкова радостно спрыгнула со скрипыша и направилась к капоту. Возможно, дело в предохранителях или в контактах, сказала Машинкова, заглядывая под капот. Все внимательно осмотрев, Машинкова обнаружила схему, отвечающую за работу фар. И первым делом проверила предохранитель. Он действительно сгорел, поэтому его нужно заменить новым. Установим его на свое место. Теперь давай подключим эти провода на свои места. Желтый провод мы подключим на желтую клемму. Замечательно. А синий провод идет на синюю клемму. А куда же подключить красный провод? Правильно. Конечно же, на красную клемму. Заработало. У нас получилось. Давай проверим. Включи-ка дальний свет. Дальний свет работает. А теперь включи ближний свет. Здорово. Все работает как надо. Теперь с фарами у тебя полный порядок. Можешь ехать дальше и не волноваться, что кого-нибудь ослепишь. Уставшая, но счастливая доктор Машинкова прощается с вами ненадолго. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok